Здравствуйте! С вами специальный выпуск новостей Северного города и самые яркие моменты празднования Дня Победы в Норильске ждут вас в ближайшие 20 минут. Корреспонденты, операторы и режиссеры Северного города сняли для вас торжественный парад и митинг, прошли весь путь вместе с Бессмертным полком, а главное, собрали множество живых историй о тех, чью память чтут норильчане. Как и по всей стране, в 10 часов утра Норильск присоединился к празднованию Дня Великой Победы. Торжественный митинг по традиции пройдет на площади памяти героев, но это произойдет чуть позже. Пока же в конце Ленинского проспекта идут последние приготовления. На четной стороне главной улицы города формируется колонна военной техники, на нечетной стороне строится Бессмертный полком. Он миг, закончил войну в Вене, прожил очень долгую счастливую жизнь. Спасибо ему за наш мир. Козлов Александр Степанович, медаль за освобождение Вены, освобождение Берлина, освобождение Сталинграда, два ордена, орден Красной Звезды, ордена здесь нет на данной фотографии, он молодой еще. Орден Великой Отечественной войны третьей степени, две медали за отвагу и медаль за боевые заслуги. Это то, что я реально знаю. Отец мой, Зарикаев Алексеевич, 8 лет воевал. Начинал с финской и закончил в Японии. Дошел до Германии. В общем, много наград имеет, медалей, орденов. Ранен не был, повезло деду. Это мой дедушка, Магеров Илья Титович, который прошел, но он до Берлина не дошел, но до Праги имел ранение. Это наш дед, Донсолов Борис Тимурчевич, был командиром пулеметного расчета, был командиром саперной бригады. Он прошел от начала до конца всю войну, вернулся. После того, как вернулся, у него было семеро детей, нас 19 внуков у него. Ну вот уже сейчас мы начинаем строиться, уже понимаем, конечно, что все те же, которые участвовали в прошлом году, уже пришли. Мы так думаем, поэтому ожидаем, что больше. Пока сколько точно сказать, конечно, не можем, потому что люди вот все приходят, приходят целыми большими семьями. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат, с фотографий увядших глядя, этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. А горожане уже собрались на площади возле Заполярного театра. Они встречают праздничное шествие. Сегодня этот общий праздник имеет значение для каждого лично. Погибло очень-очень много людей на войне. Наш прадедушка там воевал. У меня дед погиб на войне. Мы об этом должны помнить, об этом должны все знать, чтобы больше такого не повторилось. У меня дед прошел три войны. Начинал с японской и закончил там же. Прошел всю отечественную. И поэтому я... День Победы, этот святой праздник, все это шествие очень нужно. И оно должно постоянно идти, чтобы напоминало о том, что Советский Союз победитель. Если бы не было этой победы, то, возможно, нас бы даже не было. Мы бы были... Или были бы другой нацией, и к нам бы в другую относились. На позиции девушка провожала бойца. Темной ночью растила сало стукень, как крыльца. И пока за туманами видеть, вот паренюк, На окошке на тече все горело гонет. В этом году участие в бессмертном полку приобретает 85 регионов, более 150 городов. Норильск, конечно, не исключение. Ведь пройти в одном строю с теми, кто положил свою жизнь на алтарь Великой Победы, большая честь. Брат отца погиб под Ленинградом, а дед прошел всю войну. Закончил в Европе. Что для вас тут праздник? Ну, вы знаете, очень душевное волнение. Вот эта вот толпа народа, и все идут с плакатами. Я никогда не думал, что до дрожи в голосе вот это все будет так восприниматься. Служил 2-й Белорусский фронт. Дошел до Берлина. У меня эмоции, потому что он идет как бы вместе со мной. Я так думаю, он видит, что я вместе с ним его в этом строю. Два деда воевала. Где воевали? Расскажи. Один в Прибалтике, другой финская, отечественная, Япония. Что чувствуете? Вспоминаемых тут все. Он пропал без вести под Смоленском. Я знаю, что мама рассказывала, что он пушки, вот эти, тащат, которые он лошадями управлял. И видно, очевидец, говорит, видел из их деревни, что лошади понесли, видно, испугались танковой вот этой атаки. И все, и больше он деда, говорит, не видел. Что вы чувствуете? Ну, что может чувствовать? У меня все время слезы рядом, не знаю, все время. От музыки, от этого всего, что люди идут, хочется все время плакать. Единение всего народа. Это гордость за нас, за мир, что мы отстояли свою родину. Бессмертный полк прошел лишь часть Ленинского проспекта, но по ходу движения можно было видеть, что все больше норильчан присоединялись к этому строю. Вот и сейчас на тротуарах мы видим людей с портретами своих ветеранов, которые также присоединятся к шествию Бессмертного полка. Это мой свекор, Килинчук Тимофей Афанасьевич. Он служил стрелком, 364-й стрелковый полк. За войну нам ничего не рассказывал. Не знаем почему, потому что мы когда и дети пытались расспросить, он все время пел песню «Утро красит нежным цветом стены древнего Кремля». У него было очень тяжелое ранение, вот он скачался недавно. Это его односельчане, это наша дружественная республика, Молдова. Они все служили, они все защищали родину, многих из них уже нет. Субботин Егор Иванович, он прошел всю войну, до 1948 года он служил под Поздамом, потом вернулся уже на родину. Закончил звание подполковник, ну и долго еще прожил. Крой основы, солнце всталет, у крыса родного, мать сыночка ждет. И бескрайними путями, степями, полями, то глядят посредь за нами родные глаза. Сталинградский фронт в 1942 году провел пару боев, был ранен. Выжил, но на этом война закончилась. В Перми стоит ему памятник, его именем названа улица в Перми. Он прошел войну, был офицером. Бабушка мне рассказывает, где он служил. Служил в Молдавии и войну закончил в Румынии. У него медаль за отвагу есть, два ранения, вернее, ранения. Их ангрузия вернулся и прожил до 1991 года. Для вас реально важно идти с детьми на параду? Конечно, конечно, это же великий праздник. И должны гулять все. Это ее желание, наше желание семейное. У нас, ну как, со стороны отца, и с моей стороны у нас там папа идет сзади. Чтобы помнила, чтобы знала. Это воевал ее прадедушка. Он у нас был разведчиком, командиром взвода. Чтобы она все знала, историю. Но это же память, это наши деды, это наши предки. И чтобы ребенок тоже знал, помнил, чтобы не забыли. Я думаю, что с такого раннего возраста мы детям должны прививать нашу историю. Чтобы они помнили, росли, были горды за нашу страну. Вот, поэтому мы сегодня обязательно полным составом семей на таком большом празднике. С вами новости северного города. И мы продолжаем рассказ о праздновании Дня Победы в Норильске. После прохождения бессмертного полка и техники по Ленинскому проспекту, главные события развернулись на площади памяти героев. Дня Победы в Норильске Товарищ полковник, войска Норильского гарнизона для подрада Вознаменование 71-й годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, построенное. Командующий подрадом подполковник Усин. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищи! Поздравляю вас с 71-й годовщиной Победы Советского народа в Великой Отечественной войне! Ура! 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 В честь памяти павших во имя Великой Победы объявляется минута молчания. Залпом! Плес! 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 У вас очень счастливое детство, вы молодцы, вы живете в такое время, что хочется жить, а мы-то ничего уже не видели. У нас и детства не было, все прошло, войну, мучились, голодали, не обуть, не одеть, нечего было, пережили все это. Эмоции, радости, что нет у нас войны, чтобы ее никогда не было. Дети идут со своими портретами дедушек, бабушек, улыбаются, смеются. Пусть все живут счастливо, женятся, рожают детей на внуков, правнуков. Мира во всем мире! Вечная память погибшим вашим дедам и прадедам. Будьте достойны! Действительно, несмотря на то, что будут трудности и все остальное, что эти люди, которые положили, так сказать, свою жизнь за нашу родину, они живы всегда, понимаем, в наших сердцах. Для меня самый большой подарок в моей жизни в 45-м году на мой день рождения, а я родилась сегодня, мне страна подарила до конца дней моих подарок, самый большой, это День Победы. Все тяжелое время было, но мы его выдержали, и наш в России никогда никто не победит. Мы сильные, мы дружные, мы все вместе, и поэтому победа всегда будет за нами. День Победы. День Победы. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают